Рад приветствовать вас, господа труженики села. Сегодня хочу рассказать о законченном проекте. Больше ничего с этим трактором я делать не буду. Много сил, много времени ему отдано. Вложения, естественно, тоже были. Но с самого начала расскажу, что покупался этот трактор, как всегда, с открытыми глазами. Все просматривалось, все анализировалось. Целесообразность его ремонта, восстановления. Ну, все как обычно я это делаю. Вот, трактор большую часть времени стоял. Волмы не работали никогда. Передний даже чехол не снимался. Вот его видно. Вот, задний чехол снят, но сама шлицевая. Видно по ней, что ничего никогда на него не одевалось. Вот, проводка вся цела, вся на месте. Единственное, по традиции, я ничего ее не проверял, не расключал. Как бы для меня проводка не имеет большого значения в тракторе. Это не самая главная вещь. Вот, так как по ночам я никуда не езжу, ни по девкам, ни свеклу воровать. Вот, но проводка вся на месте. То есть, при желании, если у нового владельца оно возникнет, то все можно, ну, проверить контакты, может где почистить, может еще что-то. Но в целом она вся на месте, вся живая. Вот, здесь панель чуть-чуть обновил. Лампочки поменял, нашел. Советские и живые. Вот, новые наклеечки. Новые, ну, как бы они должны, это штатные. Ну, на свое место сделаны новые указатели, таблички. Поставлено кресло, достаточно в хорошем состоянии. Не скажу, что новое, но близко к тому. Вот, ну, и, соответственно, весь трактор был покрашен. Вот, потому что внешний вид. Кстати, старая краска вполне себе неплохо-то и сохранилась, но просто она выцвела от времени. Трактор 94-го года. То есть, практически, трактор советской разработки и практически советского года выпуск. Раннего, постсоветского, скажем так. Ну, а состояние можно судить по тому, что, допустим, вот эти болты, они родные, и они не ржавые. Вот, двигатель работает ровно. Гидравлика поднимает, волны крутятся. Соплей в плане подтеков масла или чего-то другого на нем не было и нет. Весь сухой заводится с первого раза. Приблизительно такие, может быть, мелочи и покраски. Нюансы. Вот здесь рычаг положен в два цвета. Был он и сделан в два цвета. Ну, то есть, вот, как-то вроде бы мелочи, но, когда они не сделаны, как-то душа у меня на месте не лежит. Здесь вот еще надо клеммы поставить. Вот, в принципе, стартер подключен. Все, если клеммы поставить, будет заводиться. И со стартера болты все поменял на новые. Красивые и свежие. Вот. Даже вот эту пипочку, как она была в другом цвете, ну, сделал ее, думаю, несложно потерять время, не жалко разобрать. Но сейчас смотрю на нее, радуюсь. Вот. Ну, здесь, как и говорил, фары. Проводка вся на месте. Возможно, даже работает. Я ее даже не проверял. Изнутри везде родная краска. То есть, я освежил его только снаружи. Вот. Вот эта вот внутренняя часть, это тоже все в родной краске. Ну, и под крыльями я уже где-то показывал в другом видео. то есть, по состоянию крыла видно, что это тоже родная краска, и трактор, ну, практически не ездил. щебенка, камни даже ни грамма вот не оцарапали, это внутреннюю часть крыла. Вот. Что еще? Ну, завести, наверное, показать, как заводится. тумблерочек. Щелкнем, не упасть бацо. Надо иногда газку чуть добавлять, прежде чем заводить. Сейчас вот так на спичечку. Попытка номер два. вот всегда так, как без видео, с выключенной камерой заводится с первого раза. И так вот вся техника, я ничего с этим поделать не могу. как на камеру, так с третьего и с пятого. Ладно, не буду скакать, прыгать, я думаю, что все на слово мне поверите, что заводится, работает двигатель хорошо. Ну, все, наверное, что? Похвалился, посмотрел. Ну, не то, чтобы похвалился, не жду никакой похвалы. Просто получил удовлетворение от очередного проекта. Много сил и времени потратил. Ну, и, соответственно, результатом я лично доволен. Все, спасибо.